Пятая дорожка, Амир Веб. По второй дорожке, да, я еще раз скажу, что первая дорожка не рабочая. Кэрол Залевский из Польши, Биджей Ли, который, помните, вот он на ваших экранах, не стал стартовать второй раз беги на 100 метров, а решил, что я побегу сегодня еще 200. Этого достаточно, и мне кажется, это правильное решение. Ричард Килти мог поступить точно так же. Дэниел Телбот, представитель Великобритании, стартует по четвертой дорожке. Амир Веб, про которого я вам говорила, которого я хвалила сильно, стартует вот по пятой дорожке. Представитель Соединенных Штатов Америки, еще раз скажу, 19.85 пробежал он в этом году, и 9.94 в Риме пробежал 100 метров. Причем в Риме он настигал Гатлина, очень, ну, если Гатлина постоянно, ну, как бы обыгрывал всех с большим преимуществом, а здесь было... Алекс Вилсон показывает, что ему очень холодно, хотя он тоже бежал у нас 100 метров, Ну, и мог уже согреться два раза, да. И Альдемир Гомезда-Силва, представитель Бразилии, будет стартовать по седьмой дорожке. Ну, а мы держим в уме результат Павла Маслака, 20... 86 или 96, тишки, я уже забыла. 96. 96. Это победитель за бега Б. Амир Веб, единственный из всех этих участников, имеющий результат из 20 секунд, тем более, что в этом году никто даже близко не приближался, так что я думаю, этот парень сейчас выиграет без труда, но правда результат может быть не такой блестящий, потому что все-таки не так тепло в Люцерне. Алекс Вилсон нам это показал, что ему холодно, хотя он представляет Швейцарию и мог уже к такой погоде привыкнуть. Итак, Залевский вторая дорожка, Ли третья, Телбут четвертая, Веб пятая, Вилсон шестая и Гомезда-Силва седьмая. Амир Веб не так быстро начал, как я думал. Ну пока не видно, да, не видно какого-то особого, вот сейчас только, по-моему, он выходит вперед. Биджей, смотрите, что творит Биджей Ли. Продолжение следует...